Дальний Восток Именно специфичные вопросы в этой встрече не были озвучены, но тем не менее все вопросы, которые мы проговаривали, они имеют отношение к Дальнему Востоку, они системные. Касаются различных сфер нашей жизни, это и ЖКХ, это и как раз об эффективности государственных муниципальных закупок, о продаже муниципального государственного имущества, это и у нас и спорт, и образование, то есть все, что нас волнует. Почему одним из главных вопросов президентом был поднят именно вопрос госзакупок? Да, сегодня субпредседатель Центрального штаба Александр Бричалов ведет данный проект, за полгода он дал хорошие результаты, показал свою эффективность. При том, что здесь не являются служащие, которые получают зарплату, а как раз общественники, общественные организации путем мониторинга и на сайте, который общероссийские информацию предоставляют, анализируются. Делаются запросы тем органам, которые организовывали данные закупки, в том числе если усматриваются нарушения или факты расточительности, обращения идут в надзорные правоохранительные органы. И одна из целей данного проекта как раз позиция неотвратимости наказания, как раз именно выявления хороших практик закупа, создания таких неблагоприятных условий для различных схем коррупционного характера. Это основная идея, и те цифры, которые были озвучены, миллиардами исчисляются. Почему президент обозначил, что сначала мы не расточительные, покупаем какие-то элементы роскоши, а потом идем в федеральный центр и просим на те или иные нужды. На фоне Хабаровский край как выглядит? Хабаровский край у нас выглядит на фоне других достаточно неплохо. Есть факты, которые действительно... Фактов, которые юридически, скажем так, обозначили, там, свыше трех миллионов, да, для тех же автомобилей, мы не уходим. Понятно, что ранее были, скажем так, такие... Вот вы сегодня возмутили общественность, да, факты попытки закупа правительства Хабаровского края, например, тех же их трех автомобилей, да, для представительства в Москве. Или, допустим, на констовары и на обслуживание принтеров, да, был лот около трех миллионов. Сейчас какие вы прослеживаете, есть ли факты подобных закупок и как на них реагирует общество? Ну, понимаете, да, сам проект, он формирует отношения сегодня и чиновника, что, прежде всего, там, от других субъектов, если есть, ну, действительно, вот, губернатор Сахалинской области, да, когда Мерседес бронирует за 8,5 миллионов, ну, понятно, что это некий сигнал другим губернаторам, главам муниципальных образований. То есть, многие даже потом, скажем так, отзывали свои, скажем так, заказы, да, на большие суммы или пересматривали. Конечно же, скажем так, и здесь наше, скажем так, и муниципальное образование, я думаю, что будут делать соответствующие выводы, потому что это сегодня посыл от общественности. Это запрос сегодня общества, скажем так, неприемлемые отношения к таким проявлениям. Какие проблемы в госзакупках наиболее актуальны для нашего региона, для Хабаровского края? Ну, они, наверное, общероссийские. Другой, что степень, скажем так, или размеры, или, скажем так, количество таких фактов. Ну, Хабаровский край не отличается каким-то большим, скажем так, или не входит в разряд, скажем так, больших правонарушителей. Ну, не правонарушителей, а вот именно такие факты, скажем так, в отношении того, что я говорю, Сахалина, когда там мобильный офис, мобильный приемный отдел на дерево, вам кожу, такие вот вещи, достаточно сразу бросающие, скажем так, своим вот именно расточительностью и элементами роскоши. Не функциональностью именно, а вот такими вещами. Кроме автомобилей я больше не замечал, скажем так. Ну, у нас тоже зал заседания планировали отремонтировать на 16 миллионов. Ну, скорректировали. Да, конечно. Поэтому мы говорим о том, что сегодня это идет общественный посыл, понятно, что посыл от Российского народного фронта возглавляемым президентом, и все понимают, что ситуация сегодня другая, и, допустим, жили раньше, сегодня это неприемлемо. Со стороны общественности, ну, и, если кто недопонимает, это будет, соответственно, даны оценки юридической плоскости, в том числе и до кадровых, скажем так, решений. То же самое мы уже имеем факты по России в целом. На встрече также поднимался вопрос о социальных нормах по электричеству. Как Вы считаете, действительно нужна ли такая норма? Как к этому относится президент? Оценка дана была и ранее, когда уже социальную норму потребили на электроэнергию. Им Народный фронт тогда, скажем так, этот вопрос поднял, и нас услышало правительство, отложили до 2016 года. И спустили, как бы, это, ну, право введения на уровень субъекта. Сегодня мы говорим вообще о принципе, особенно о размере той социальной нормы, которая не покрывает, прежде всего, элементарных потребностей человека. Тем более мы говорим о развитии института семьи, да, и, скажем так, как улучшение уровня жизни, скажем так, у нас, ну, это при, соответственно, использовании большого количества бытовых приборов. Поэтому эти вещи не учтены. Второе, то, что, с одной стороны, это у нас норма, должна была иметь действие, как бы, бороться с расточительностью самих потребителей, но при этом обеспечить, скажем так, экономический стимул для развития энергоснабжающей организации. Но то, что эта схема, социальной нормы, прикрытая формой повышения тарифов, это просматривается. Потому что много говорят об эффективности действий ресурсоснабжающих организаций, которым ограничили рост тарифов, да, но они придумывают различные схемы, завуалированные, чтобы все-таки получить те желаемые свои деньги. Но это, опять же, их деятельность связана с закупом, да, вот те же компании и государственные, и которые монополисты. И, скажем так, чтобы они обратили, и президент поручил, скажем так, своему контролирующему управлению, обратить внимание, говорит, раньше и проводили, и будем проводить проверки, и делать соответствующие выводы, как они ведут свою деятельность. Ну и все-таки это неизбежная норма? Она будет введена? Или все-таки... Я думаю, что это мы сейчас в процессе, потому что действительно надо посмотреть, или это будет скорректировано с учетом реальных тех потребностей, чтобы они были включены, с учетом климатических, наверное, скажем так, тех особенностей регионов, ну, учитывая то, что мы на Дальнем Востоке живем, да, и в самом механизме, скажем так, и другие моменты важные. То есть это предмет диалога. То, что мы заострили, вынесли, отложили до 2016 года, чтобы не было поспешности, и будем искать аргументы, ну, и с учетом оценки действий самих ресурсно-набжающих организаций. То есть этот вопрос будет еще, скажем так, в работе. Поэтому приглашаем подключаться экспертов, да, тех, кто, скажем, не эмоционально, да, но содержательно могли, скажем так, свои аргументы, скажем так, принести, скажем так, доказательства нашей позиции. Еще одна проблема, которая была озвучена на встрече, это формальное общественное слушание, которое проходит при строительстве каких-то реализаций мегапроектов. Что Вы предлагаете в этом направлении? Да, также вопрос этот был озвучен, что точность застройки, она, конечно, и характерна для Хабаровского, города Хабаровского в частности. Та норма публичной слушания, которая заложена в градостроительном кодексе, она все-таки сегодня реализуется формально, потому что, как правило, печатаются маленькие объявления, скажем так, меньшим тиражом им на выпуске. Многие люди этого просто не знают, не видят. На публичное слушание приходят, как правило, люди заинтересованы, то есть или от инвестора, или от застройщика. Формально, да, люди были, согласились, претензии никаких, как-то, не высказали. Поступил на основе, как-то, анализа, родилось такое предложение, что два списка должны быть участников публичной слушания, те реально, которые проживают на этой территории, и те, которые заинтересованы. То есть реально видеть, все-таки высказали люди, которые непосредственно будут затрагивать их права, их условия проживания на прилегающей, допустим, территории. Ну, она будет оформлена законопроект, президент поддержал, что действительно публичные слушания должны соответствовать, так сказать. Какие-то рамки, количество опрошенных, агарты? Нет, такие конкретные вещи не говорится, но это в рабочем процессе, как бы, сама юридическая норма, которая будет формулироваться. Ну, опять же, мы можем, используя площадку Общероссийского народного фронта, экспертно предлагать и способы доведения информации, чтобы действительно там не через газеты, а может быть, даже, не знаю, на каждой квартире, там, через, или до 70, те же квитанции, которые, да, разносятся ежемесячно, возможно, таким образом, чтобы максимально адресно были уведомлены те лица. Например, «Телеформат» — это сотни тысяч аудиторий. Да, поэтому это тоже предмет для разговора, и, возможно, варианты, я скажу так, можно предлагать. Сергей Николаевич, большое спасибо, что пришли в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо.